Здесь важно помнить, лучше больше, чем меньше. Привет, друзья, меня зовут Лошкарев Андрей, это проект Сёпому настройки. У нас на канале открывается новая рубрика, называется она «Сюрпризы настройки». Я решил вам рассказывать о таких сюрпризах, потому что они очень неприятные, и если вы о них не знаете, то когда они у вас случатся, вы понесёте достаточно большие материальные расходы. Ну, сегодня у нас первый сюрприз, сюрприз называется «Нехватка бетона». Представьте ситуацию, вы делаете фундамент, заказали бетон для этого фундамента, вам начинают приезжать машины, вы начинаете заливать, и к вам приезжает последняя машина, и вы понимаете, что вам бетона не хватило. Неприятность данной ситуации заключается в том, что у вас нет времени для поиска решений, потому что бетон, который вы уже залили, он стремительно твердеет, и буквально через час, два, три он окончательно встанет, и доливать новые порции бетона вам не получится. Они просто не схватятся, это уже брак, вам придётся переделать фундамент полностью. Поэтому нужно решать срочно, буквально считанные минуты. Если у вас это случилось, и вы не были готовы заранее, здесь только два варианта, по которым вы действуете. Либо вы замешиваете недостающее количество бетона на месте, для этого вам нужно срочно раздобыть цемент, песок, щебень и воду. Либо они у вас уже есть, либо нужно лететь в магазин, это покупать, или к соседу замешивать и добавлять фундамент. Либо вы договариваетесь с бетонным заводом, чтобы они вам оперативно довезли необходимое количество бетона. Но лучше быть готовым к этой ситуации. Да, нужно изначально всё чётко посчитать, но это не всегда получается. Даже вот у меня, обладая большим опытом, у меня случаются такие вещи. И я, в общем, заранее готовлюсь к тому, что вдруг не хватит по чьей-то вине. По вине завода, либо по вине расчётчика с нашей стороны, что мы неправильно посчитали. В общем, как заранее подготовиться к этой ситуации. Когда вы заказываете бетон на бетонном заводе, вам нужно договориться с бетонным заводом, что объём бетона в последней машине вы будете оговаривать, когда зальются все остальные машины. То есть у вас, например, 6 машин вы заказали, 5 машин уже залились. Вы звоните оператору, диспетчеру бетонного завода и говорите, какое количество бетона вам нужно привезти в последней машине. Вы уже видите ситуацию, хватит вам или не хватит. Как правило, опытным взглядом уже достаточно хорошо видно. И добавляете недостающее количество бетона, если вдруг вы думаете, что вам не хватит. Здесь важно помнить, лучше больше, чем меньше. Вот именно так я действую. Потом я уже начинаю разбираться. Если у меня случается такой косяк, я начинаю разбираться в причинах. Либо это бетонный завод не довёз и обсчитался, либо это мы обсчитались. Но это всё происходит потом. И те, и те ситуации бывают. И бетонный завод ошибается, и мы ошибаемся. Но самое главное, не медлить и оперативно решить проблему недостающего бетона. Надеюсь, мой совет поможет многим избежать большой ошибки. А большая ошибка заключается в том, что если у вас бетон встанет, и вы потом его будете доливать кусочками, то это всё не схватится, и у вас фундамент не будет работать как единое целое. И такой фундамент нужно будет демонтировать и переделать заново. Так что фактически этот совет на миллион. С вами был Лошкарёв Андрей, проект «Всё по уму на стройке». Увидимся в следующих видео. Будьте умны, назло всем бракоделам. Смотрите наши видеосюжеты. Пока, друзья. Субтитры подогнал «Симон»!